Друзья, всем привет! С вами Леся. У меня небольшое включение с расхламлением. Будет немножко расхламление косметики и просто какой-то хлам, который нужно выбросить честно. Мы с дочкой старались, мы всё прошерстили, то, что у нас сейчас в обиходине, в коробках, да, и потому что мы ничего не собираем. Если нам что-то не подходит или не нравится, мы сразу сбавляемся. Нам просто нечего по факту расхламлять. Но пару позиций всё-таки нашлось, насобиралось. Давайте начнём. Во-первых, вот такая вот открытка. Это Зелинский розен. Я хочу её выбросить, потому что ненавижу цирк, ненавижу вот эти вот всякие представления. Они у меня очень сильно вызывают отвращение, неприязнь, какую-то такую жёсткую антипатию. Ну и, собственно, сама картинка, она, ну, неприятная. Как по мне, это к заказу. Они вложили, просто выброшу её. Так, что из новенького не подошло? Вот такой вот продукт от Ardeco в оттенке голубой. Это тени, карандаш очень красиво выглядит. Были у меня большие надежды. То есть, там такой голубовато-синий оттенок с скраплениями, с золотишко такого. Я хотела подводить нижнее веко под свои холодные макияжи. Но по факту это вообще вот, если так вот провести, обычно, как мы по веку будем вести, это не рисует. Но если надавить, да, можно что-то нарисовать, что-то такое синевато-грязное. Ну, по веку же мы не будем давить, надавливать, вдавливать, да. И, кстати, когда мне пришёл этот карандаш, то ли я его упустила из-за этого, да, я его один раз упустила. Либо он уже мне такой пришёл, но вот он выпадает. Поэтому я его выброшу. У меня как-то, честно говоря, не складывается дружба с косметикой и артодекой. Я пробовала тени от них. Я пробовала что-то ещё. И вот всё у меня ушло на выброс. Ну, потому что косметика... Ой, я не могу, это у Мора и в Литваль заходишь, они говорят, это люкс. Не то, что не люкс, это косметика у... Ну, из того, что я пробовала, у них помады хорошие, да, по качеству. А так, ну, это такая низкопробная косметика, вообще не стоящая там и 100 рублей. Поэтому выбрасываю. Вот это вот я попробовала бальзам для губ от Лакри. Это вертекс. О, друзья мои, я обалдела. Это было очень отвратительно. Большой бальзам, жидкий. Кстати, сама консистенция, вот если нанести, она безумно приятная. То есть нет липкости, нет какой-то чересчур жирности. Такое впечатление, что просто что-то в губы сразу впитывается. И губы безумно мягкие, комфортные. Ну, сам продукт, я не знаю, что там, но оно такое горько-кислое. Я не знаю, как вам передать. Я даже не поняла сначала. Я испугалась. Думаю, как еще такое может быть. У меня один раз такое было, по-моему, с каким-то бальзамом от Пикси, если я не ошибаюсь. Я заказывала за границей, когда это можно было еще. То ли Скульт Бьюти, то ли Скульт Фантастика. Было вот такое вот ощущение. И оно еще жжет, щипет. Короче, кошмар какой-то. Я это выбрасываю, этим пользоваться не буду. Ну, как можно пользоваться таким вот кисло-горькущим бальзамом. Как будто какие-то таблетки растолкли, и вам на губы их намазали. И вы пытаетесь это стереть. Я не знаю, что. В общем, ужас. Ужасный, поэтому выбрасываю. Далее, вот такой вот пенал. Покупали доченьки для подготовительных. Мы его выбросим и сделаем для себя вывод. Да, он миленький, что вот такие вот пеналы, они максимально неудобны в обиходе. Он просто такой вот, знаете, определенной формы. Он не сгинается, не подкинается, ничего такого. То есть, ну, им неудобно подвиваются. Мало того, сюда вот внутрь не помещаются какие-то длинные карандаши. И сюда нельзя поместить что-то чуть-чуть более объемное, потому что оно не застегнется. Короче, фигня полная, поэтому просто выбросим. Мне кажется, нужно пеналы какие-то такие мягкие, что-то вот такое вот объемное, мягкое. Они вот такие, но это неудобно. Ничего не помещается и занимает место. В общем, фигня какая-то. Далее, наконец-то, все-таки я решила выбросить вот такую вот расческу от Lancaster. Я не знаю, сколько ей лет, лет 10, не меньше. Попадалась когда-то в коробочке красоты. Ну, она вообще не жизнеспособная. Не знаю, кому можно расчесать волосы вот такой вот расческой, честно. Что она расчесет? Не знаю, мне, допустим, она волосы тянет. Тут еще, видите, всякие зазубрины. В общем, какая-то ерунда, поэтому просто выброшу. Это мы так старались, дочка, старались. Ну, просто, ну, понимаете, когда ничего не захламляешь, нечего и расхламлять. Ну, тут просто какие-то либо новые вещи, либо коробки, либо что-то, что лежало там годами, как какой-то трофей, не знаю. Ну, это так редко бывает. Далее, после Соломончика остались вот такие вот щипцы для когтей и расческа. Когда мы отдавали после его смерти вещи женщине, то мы не отдали вот такое вот дело. Просто это лежало в одном месте, и сейчас я только заметила. Поэтому выброшу, отдать мне некому. Снова связываться с кем-то, кто занимается волонтерством, я не хочу, потому что потом просто с утра до ночи сообщение, возьмите кота, возьмите кота, возьмите кошку, возьмите собаку у нас, ну, возьмите, ну, возьмите. Ну, просто вообще бесцеремонность полнейшая, поэтому просто выброшу. Далее, вот такая вот большая громоздкая коробка от FOMI. Один спонж в использовании мне нравится, и два в запасе. Я просто вытащила сами спонжи, а коробку выброшу, потому что она занимает много места. Сейчас вот такой спонж в использовании. Они очень хорошие, яркие, красивые. В принципе, я осталась довольна. И закончились ватные диски от Миша. Такие вот в коробке. В принципе, мне они понравились, удобно было использовать. Они такие квадратненькие, пухленькие, мягенькие, классненькие. Все супер, все мне понравилось. Единственное, порой иногда какой-то диск, да, немножко как чуть-чуть расслаивался, или даже немножко как отрывался на вот этом вот прошитом крае. Но это бывает редко, поэтому, в принципе, можно брать за 200 рублей. Можно, удобная коробка, стильная. И сами диски, они очень мягкие, приятные. Я ими снимаю макияж. На данный момент это все. Всем спасибо, всем пока. Продолжение следует...